Я уверен, что все вы отлично разбираетесь в компьютерах и прекрасно понимаете, что внутри них нет неважных компонентов. Многие недооценивают важность оперативки, материнской платы, а многие даже думают, что процессор это ну что-то там стоит, тянет и ладно, мол купил крутую видюху и у тебя уже самый лучший в мире компьютер. Ничего подобного. Поэтому в этом ролике мы поговорим о пяти самых крутых процессорах. И сразу оговорюсь, мы не будем говорить именно о самых крутых, о самых дорогих решениях. Мы поговорим о самых хороших процессорах в своих ценовых категориях. Начнем от самых недорогих до реально хороших. Выберем пять моделей, которые достойны вашего внимания. Рассматривать компоненты мы будем на основании здравого смысла и того, как к ним относятся покупатели. Я специально не буду называть цену, потому что они могут меняться, а хочется, чтобы это видео было максимально долго, максимально актуальным. Поэтому ссылки в описании будут к этому видео, вы сможете посмотреть актуальную цену. Переходите, когда смотрите, там все будет указано. Ну а теперь начинаем. Первая модель, которую мы рассмотрим, это Intel Core i3-1200. Это относительно недорогая модель начального уровня. При этом она по некоторым параметрам даже превосходит своего старшего брата, Intel Core i3-12400. В базовом варианте она способна выдавать 3,3 ГГц, а в авторазгоне разгоняется до 4 ГГц. И все это при минимальном энергопотреблении в 58 Вт. И да, этот процессор хорошо работает даже с относительно медленной оперативкой DDR4. Может показаться, что четырехъядерного процессора в 2024 году для игр как-то маловато, но ничего подобного. Потому что все зависит от видеокарты, и этот процессор способен раскрыть потенциал очень многих из них. Установите туда RTX 3060, и она будет раскрыта на все 100%. Но многие, как правило, используют его с другой видюхой. Например, что-то типа GTX 1660. И вот с ней играют в Counter-Strike. В этом случае получая примерно даже иногда, в некоторых случаях, 150 кадров в секунду. И это очень хороший показатель. При этом плюсом этого процессора является то, что он хорошо работает даже с относительно небыстрой оперативкой DDR4. Intel Core i3-1200 является хоть и относительно бюджетным решением, но с очень высоким потенциалом. И особенно стоит обратить внимание на то, что он очень холодный. При своем TDP в 58 Вт разогреть его под хорошим башенным кулером больше, чем на 55-57 градусов практически невозможно. Да, можно запускать какие-то супермощные стресс-тесты, и тогда можно выжать из него все что угодно. Но реальный показатель температуры очень невысокий. И даже суперкрутую башню покупать не надо. Достаточно, может быть, даже и бюджетных решений. И уж точно не стоит задумываться о водянке. При этом, с точки зрения производительности, он будет явно поинтереснее, чем, например, Ryzen 3 600 или Ryzen 5 500. Даже несмотря на меньшее количество ядер и потоков. Для этого его даже гнать не обязательно. Стоковый 4,1 ГГц, который Intel Core i3-1200 берет без труда, а в некоторых случаях может дотянуться до и 4,3 ГГц, хоть ему будет и сложновато, делают свое дело. И именно поэтому даже в стресс-тестах процессор греется не очень сильно. Следующая наша модель это Ryzen 5 5600G. И по маркировке несложно догадаться, что у него интегрированная графика. Многие скажут, что это не то, интегрированная графика вообще ерунда. Но если сравнивать ее с обычными затычками, которые люди берут, чтобы они просто были, дискретные видеокарты, то вот здесь мы получаем действительно неплохое решение. И не зря именно этот процессор мы включили в нашу условную сборку компьютера за 30 тысяч рублей, в котором у нас не было видеокарты, но именно этот процессор вытягивал многие игры. И клиенты xcomshop.ru очень любят этот процессор и, в общем-то, заслуженно. Перед нами шестиядерный 12-поточный процессор с отличной встроенной графикой. Конечно, это все еще не уровень Ryzen 7 8700G, но AMD Radeon Vega 7 с частотой 1900 МГц и семью исполнительными блоками очень достойное решение даже для 2024 года, которое спокойно заменит видеокарты затычки и позволит играть без особого напряга. В отличие от решений Intel, процессоры от AMD, как правило, предлагают в базе более высокую тактовую частоту. Здесь вы получите 3,8 ГГц, а если немного поиграетесь с вольтажом, то можете разогнать ее до 4,6, 4,7, может быть даже 4,8 ГГц, что делает вилку между базовым значением и максимальным не такой уж и широкой. Единственным минусом этого процессора, наверное, если это вообще можно назвать минусом при такой цене, это будет поддержка PCI-Express третьего поколения. Но разницу между ним и чем-то более серьезным вы заметите только, если будете использовать какую-нибудь суперкрутую, супердорогую, мощную видюху. Вот там разница действительно будет. В остальных значениях нет. Ryzen 5 5600G отнюдь не самый холодный процессор, хоть, конечно, и не самый горячий. Но для собственного спокойствия лучше крепите к нему в пару хороший, мощный башенный кулер и не экономьте на термопасте. Если вы знаете, как поменять вольтаж или какие настройки поменять в BIOS, для того, чтобы это все было похолодней, у вас будет еще меньше проблем. Но на охладе лучше не экономить. Проблемой является только то, что этот процессор не поддерживает DDR5, зато он поддерживает чрезвычайно дешевый сокет AM4, что, на мой взгляд, является большим плюсом. Бюджетная платформа – это несомненный плюс для тех, кто хочет сэкономить, но при этом отлично себя чувствовать в паре с разогнанной оперативкой. Кто-то говорит, что ему удалось взять отметку в 4533 МГц, но это скорее сочетание гиперпрямых рук и правильной материнской платы, потому что в большинстве случаев спокойно берется лишь 3600-3733 МГц, что, в общем-то говоря, тоже немало и больше, чем в стоке. Intel Core i5-12400 хоть и не самый холодный, но и далеко не самый горячий процессор даже в своем классе. Разогреть его выше 60 градусов, даже с использованием бюджетного кулера, может быть, даже если это не башня, будет довольно проблематично. При этом стоит он меньше 20 тысяч рублей, и люди его очень часто покупают, он им нравится, вообще популярный процессор. В общем, короче, штука хорошая. А самое главное, ее хватит для игр, для монтажа, даже для работы с графикой. То есть возможностей у него хватает. Пусть вас не смущает базовая частота, которая достигает всего 2,5 ГГц. Несмотря на заблокированный множитель, процессор спокойно берет 4 ГГц. Его можно без проблем установить в сборку с NVIDIA RTX 4070. И благодаря поддержке PCI-Express 5.0 получить отличную игровую станцию под Full HD и даже 2К. Но и встроенная графика может показать себя с самой лучшей стороны. Это, конечно, не топовый iGPU, но очень неплохой и потянет многие игры. Intel Core i5-12400 устанавливается в сокет LGA 1700, что хорошо и может стать фактором дополнительной экономии. Особенно если вам не хочется покупать дорогую материнку, или у вас просто есть материнка уже с этим сокетом. То есть это неплохой способ сэкономить. Но только не в случае использования DDR5, которую этот процессор поддерживает. Если вы захотите купить ее, то придется заплатить, естественно, больше. Intel Core i5-12400 устанавливается в сокет LGA 1700, что является еще одним способом сэкономить. Потому что этот сокет используется не в самых дорогих материнках, а возможно она у вас уже есть, и вы сможете просто заменить процессор на своей материнской плате. При этом у вас будет повод потратить лишние деньги, потому что этот процессор поддерживает памяти DDR5. И в паре с ним ее можно разогнать аж до 6000 МГц. Были такие случаи. И это очень даже неплохо. Как сказал один из наших покупателей, который купил себе этот процессор на вопрос, почему вы его взяли, он сказал, просто его поставил и забыл. Собственно, так и есть. Мы с ним согласны. Следующая модель это Intel Core i7-13700K. И пускай производитель не позиционирует его как сугубо игровое решение, в отличие, например, от конкурирующего Ryzen 7 7800X 3D, но именно для игровых сборок этот процессор используется очень часто и хорошо для них подходит. И ему даже не мешает ни отсутствие 3D-V-Cache, который есть у конкурента, ни серьезный нагрев под нагрузкой, а именно для нагрузки берется этот процессор, ни даже наличие относительно дорогого сокета LGA 1700, который есть только в дорогих видеокартах, поэтому здесь тоже придется заплатить побольше. Вот несмотря на все это, Proz все равно пользуется большой популярностью. На том, что Intel Core i7-13700K очень горячий процессор, стоит остановиться поподробнее. И сразу сказать, что в пару к нему лучше возьмите водянку, желательно с 360 радиатором, потому что с хорошей водянкой он будет работать не очень быстро, и даже в требовательных играх, вроде Cyberpunk и тому подобного, выдавать нормальные комфортные значения температур. Эксперименты показывают, что полученное значение обычно ограничивается уровнем 60-65 градусов. Да, в стресс-тестах даже с водянкой его можно разогнать до 90 градусов, что не является запредельным значением и входит в допустимые границы использования, но все равно как-то многовато, поэтому на системе охлаждения лучше тут не экономить. В целом, Intel Core i7-13700K даже несмотря на выход 14700K, который получил очень неплохой апгрейд, выглядит как очень перспективное решение. Его можно использовать не только в игровых сборках с топовыми видеокартами, но и задействовать в тяжелых рабочих сценариях по обработке данных, монтажу, взаимодействию с 3D и CAD-моделями. В общем, если стрессовать, имейте в виду, что возможно придется поиграться с настройками BIOS, с вольтажом или даже сделать скальпирование. Но я вам этого не говорил. В остальном, производительности Intel Core i7-13700K хватит даже для того, чтобы потянуть видеокарты 50-й серии от NVIDIA, которые должны появиться в ближайшее время. В общем, брать этот процессор на перспективу не только можно, но и нужно. Он прослужит вам еще очень довольно-таки долгое время. Несмотря на то, что в продаже уже вот-вот начнут появляться Intel Core i9-14900K S, по сути, это обычный 14900K, только отборный, который поддается чуть большему разгону. В данном случае нам это неинтересно, и мы будем рассматривать именно классическую версию, потому что S-ки еще не добрались до продажи, а обычные уже можно купить, и иногда найти их даже по очень привлекательной цене. Intel Core i9-14900K представляет собой мощный 32-поточный 24-ядерный процессор с 16UE и 8P ядрами, которые разгоняются до 4,4 и 6 ГГц соответственно. Это наивысший показатель для консюмерских процессоров классической линейки Intel, что в свою очередь оказало сильное влияние на энергопотребление процессора, которое довольно быстро упирается в установленные пределы, достигая 253 Вт. Пиковая частота Intel Core i9-14900K в режиме авторазгона ограничена 6 ГГц, но это не предел, и даже обычные пользователи при помощи фирменной утилиты Intel Extreme Tuning могут разогнать его до 6,2 ГГц. Конечно, энтузиасты оверклокера делали и намного больше, но это все-таки уже какие-то уникальные случаи, и простой человек вряд ли это сможет сделать. В любом случае, это очень горячий процессор, и если вы собираетесь его разгонять, то даже и без этого запаститесь хорошим, как минимум башенным кулером. Лучше вообще поставьте туда водянку. На самом деле, в отличие от более младших процессоров линейки, Intel Core i9-14900K сложно обвинить в нехватке нововведений. Но многие с этим не согласны, потому что им кажется, что компания просто нарисовала новую тактовую частоту и ограничилась лишь этим. Но есть и другие изменения. Например, умный механизм разгона на основе искусственного интеллекта. Он получил название Intel AI Assist и отвечает за контроль температуры и энергопотребление в режиме работы на повышенных частотах. В играх это дает реально высокий FPS при условии использования хорошей видеокарты. Его среднее значение частоты смены кадров практически во всех играх почти всегда будет выше, чем у традиционных геймерских Ryzen 7 7800 X3D и Ryzen 9 7950 X3D с 3D-V-кэшем. Но имейте в виду, что вне зависимости от сценария использования, этот процессор надо оснащать хорошей системой охлаждения. Лучше жидкостной. На этом у меня на сегодня все. Но в конце еще раз напомню, что не так давно у нас на канале выходило видео, в котором я рассказывал про самые крутые видеокарты для всех вообще видов компьютеров. От самых базовых до суперигровых монстров. Посмотрите его, там очень интересно. Ссылка будет в описании к этому ролику. Ну а еще добавлю, что купить все упомянутые процессоры в этом видео и много другой крутой электроники можно в магазине xcomshop.ru по очень привлекательной цене. Там же есть конфигуратор, где вы можете выбрать компьютер своей мечты, посмотреть сколько он будет стоить и сразу отправить его на сборку. И если вы еще ничего не покупали в этом магазине, вам будет очень приятный бонус в виде небольшой, но приятной скидки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу этих видео, какую из них вы выбрали бы себе. Может быть у вас есть опыт использования каких-нибудь других видеокарт, которые вы тоже хотели бы посоветовать. Все это там в комментариях, там обязательно увидимся, потому что там много всего интересного. Ну а пока, до новых встреч, скоро увидимся и, как обычно, всем пока!